Привет! Опа! Ага! Ага! Привет! Ну, красавица! Сейчас сова может летать, а пару месяцев назад едва не погибла. Птица ударилась о стену Лениногорской школы. Ее сразу окружили вороны. Одно из последних приобретений Альметьевского зоопарка для нахвостая неясыть. Нашли ее в ноябре прошлого года около двора Лениногорской школы. Школьники вместе с родителями и учителями привезли ее сюда, в Альметьевск. Мальчика это или девочка определить сложно, так говорят сотрудники. По внешним признакам определили только возраст – около трех лет. Сову кормит Ильгиз Кадыров, другим не доверяет. Она его сразу узнает, хоть не различает цветов. Главное, что она нас радует, что она не болеет, довольна этим условием содержания. Вот этим я доволен. Сегодня спасители пернатые приехали в Альметьевский зоопарк, чтобы узнать самочувствие птицы и рассказать историю спасения. В субботу она к нам прилетела, мальчишки, ученики выпрыгнули из окна, начали ее спасать, потому что на нее налетела куча ворон, которые хотели ее растерзать. Вот она раненая. Это кадры первых дней пребывания птицы в школе. Сову решили поместить в шкаф кабинета биологии. Днем птица почти ничего не видит, поэтому вела себя спокойно. А ближе к ночи активизировалась. В школе ее пытались кормить сырым мясом, поили водой. Было очень жалко. Она не ела, мы не знали, что с ней делать. Думали, уже она с голоду может умереть. Ей было страшно в маленьком пространстве, ей же нужен огромный вольер. Держали птицу до понедельника. После решили, нужно искать для нее место обитания побольше, хотя бы временное. Я звонила со своей стороны в ветеринарную службу у нас в Лениногорске, в лесничество пытались дозвониться. Но нам сказали, что у нас в городе нет орнитологов, нет специалистов, которые могли бы заняться этим вопросом. У учениц школы возникла идея позвонить в ближайший зоопарк, где они часто бывают летом. Таким оказался наш Альметьевский. Сотрудники на просьбу о помощи откликнулись, поэтому решили перевезти бедолагу. Птица перенесла дорогу спокойно. После того, как ее привезли, интересовались ее жизнью, как она, что с ней случилось вообще, что с ней было, что она кушает. Когда будут выпускать на волю, ну, если позовут, то, конечно, приедем, отпустим ее на волю, чтобы жила долго и счастливо. В зоопарке решили, когда птица будет окончательно здорова и настанут весенние теплые дни, ее отпустят на волю. Сделают это подальше от города, в лесу.